Девушки отдыхают Я просто увидела передачу, вы там были под другой фамилией, Панюшкин, поэтому хорошо, ваша сестра мне помогла. Сергей, давайте сначала с вами обсудим вот какой вопрос. Можно ли будет нам с фотографом или фотографу отдельно к вам приехать и сфотографировать, как вы рисуете, как этот процесс происходит? Потому что это все-таки очень интересно и необычно, все-таки вы, ну, не совсем привычным образом рисуете. Я могу, у меня хорошие аппаратуры есть. Ну, просто понимаете, дело в том, что у нас существуют определенные стандарты в газете, там определенные ракурсы и так далее. Вот, просто может быть получится так, что вы сфотографируете, а, допустим, не подойдут фотографии, мне придется вас там просить еще раз. Вот, но... Ну, получается, то ли вот так вот. Ну, а на видео у вас можно снять, вот как телевидение делает, то есть, чтобы показать, опять же, как вы рисуете? Ну, сам снять на видео все. У меня... А как вы сами себя со стороны снимете? Или вы кого-то попросите, что ли? У меня дочка есть, она может снять все, что угодно. Ну, в общем, не пускайте вы, да, нас к себе. Понимаете, я очень сильно молю, вот, а от общения с людьми мне еще сложнее получается. Вот, у меня сильные просто боли, и как бы я стараюсь уединяться. Ну, ладно, хорошо, Сергей, давайте пока так с вами договоримся. Тогда я вам пришлю, ну, почту свою, и вы мне тогда на почте тогда сбросите, ладно, фотографии и видео, вот как вы рисуете иконы. Хорошо? Можно это сделать? Я, в принципе, сходил, у меня вот комсомольская правда, вот, потом из Москвы какой-то журнал, брали фотографии, и для них это и делали все. Ну, хорошо. Ну, если можно, какие-то еще новые, другие, то есть, специально для нас сделать, я бы была вам очень благодарна. Ой, Сергей, скажите мне, пожалуйста, а сколько вам лет, если не секрет, давайте с самого начала с вами? 45 будет через 2 недели. Ага, 45 лет, а когда у вас день рождения? Получается, 24 февраля. О, прям почти после дня защиты, почти в день защитника отечества, получается так. Скажите, вы воронежец коренной? Как? Да, родился и говорю с Воронежом. А в каком вы районе живете? Сейчас живем в Отрошках, это вот новостройке рядом с водохранилищем, там на набережной. Угу. На высотке стоят такие 16-этажные дома. А, я поняла, поняла. В Отрошке, понятно. А вообще, где до этого жили в детстве, в юности? В разных местах, на левом берегу мы жили. Угу, угу. Понятно. То есть вы, мой коллега, тоже левобережник? Понятно. Сергей, а расскажите мне, пожалуйста, вот вы по профессии, то есть как вот ваш профессиональный, скажем так, путь складывался? Вы же, по-моему, художник, учились на художника или нет? Не учился я. Это, знаете как, это есть поговорка такая, я и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Угу, угу. Ну, опять же, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это точно. Как говорят, что талантливый человек, он во всем талантливый. Угу. С самого, можно сказать, детства брался за любую работу, у меня все получалось. Угу, угу. Так, а вы в школе отличником были? Двоечник. Потому что ленились, да, наверное? Ну, такой был, как это раньше называлось, хулиган. Угу, угу. Понятно. Так, ну, а расскажите, а потом, как ваше, то есть после школы, как ваша судьба складывалась? Кстати, в какой школе вы учились? Во-первых, я в Берегу. Угу. Так. В этом приоритетном заводе. Я знаю, где это. В Берегу. Я знаю, знаю, я там тоже недалеко живу. Ну, относительно. Я на Гиппрокалочке. Вот. Понятно. Так. Ну, вот после школы, что, как дальше ваша судьба складывалась? Ты женился, я 18 лет, и все. Угу. Она на однокласснице, нет? Не, она из другой школы. Отбил ее у друга. Да вы что? Так. Я женился. Ну, когда она забеременела у нас, дочка, вот у меня сейчас дочери, 26 лет, Яну зовут, у меня двое внуков, уже одному 5 лет, другому 3 года. Угу. 5 и 3 года. Кстати, скажите, а вот семейной фотографии у вас нет с дочкой и с внуками? Есть. Есть, сможете нам прислать? Ну, так, где вы просто вместе все. Ну, или хотя бы с дочкой. Ну, как, вот, с родными. Сможете? Что скажете? Хорошо, спасибо большое. Так. Значит, девушка забеременела, вообще. Вы же, как порядочный человек, женились. Правильно я понимаю? Ну, а как, это, это не то, что сейчас, 30 лет назад совершенно другие нравы были, другие совершенно понимания. Тогда не было, тогда даже аборт, как-то женщина делала под большим страхом. Это было огромным, огромным позором, во-первых, перед людьми, близкими, да и родными. У меня даже и вопрос не возникло о том, жениться, не жениться. Конечно, жениться, это однозначно. Так, дочке 26, да, Яне сейчас, да? Да, правильно? Так, ну, а дальше, куда, вы как-то работать пошли, или куда-то учились? Ну, 90-е годы, начало, кто знает, то вы, наверное, помладше от меня будете. Ну, я хорошо помню это. Ну, вот, и 90-е годы, это так даже ни работы, ни каких, и занимались кто чем, и уголовные какие-то дела были, и работа была, и, в общем, ну, как, не то, что уголовные, а нарушали законы, всякое было. А в каком смысле нарушали законы, что имелось, ну, как вам, что имелось в виду? В СССР что, чем, воровали все. Ну, да. У нас раньше, что, это нормально, что плохо лежит, то и брали. Угу. Ну, то есть вы бизнесом пытались заняться, да, я так понимаю? Я бизнесом занимался, и ездили и в Польшу, и в Румынию, и в Чехословакию, и в Германию, и возили всякие товары, продавали туда одно, оттуда третьего. Угу, угу. Небось какие-нибудь пуховики, да, там, или что-нибудь какое-нибудь? Всякие, и джинсы, и пуховики. Угу, угу, угу. То есть вы, ну, на толпе, можно сказать, да, как это раньше называлось, работали? Да, я возил, и жена продавала. Понятно. То есть вы не стали, то есть вы закончили школу, дальше учиться, ну, не стали в связи с такой ситуацией, что особенно надо было семью кормить, я так понимаю, да, и вообще зарабатывать? Ну, а как же, конечно. Угу, так, ну, расскажите, пожалуйста, Сергей, вот, а потом, я так понимаю, в 2001 году, да, случился вот этот с вами случай, который вашу жизнь, скажем так, изменил резко. Вот. В 2002. В 2002 году. В 2002, да? А, угу, в 2002 году. Ну, я, в принципе, наверное, не буду спрашивать у вас, да, каких-то подробностей, потому что вы о нем хорошо рассказываете, вот, в вашей статье, которую, которую я... Подробности там, вот, я в фильме сделал, он хорошо рассказывал, как подробности, и все. Угу. Угу. Ну, вот, знаете, я хотела вас вот о чем спросить. Вот, есть у нас девочка-инвалид Женя Воскобойникова. Может быть, вы слышали о ней модель, которая попала в аварию, вот, и в инвалидной коляске теперь. Ну, она такая, в Москве теперь работает на канале Дождь, журналистка. Не слышали, нет, такое имя Воскобойникова? Слышала что-то давно. Ну, в общем, она говорит, что вот раньше она очень пережила, ну, естественно, как все люди, да, очень переживала, вот, что она попала в аварию, больше всего хотела научиться ходить. А сейчас она как-то вот немножко по-другому оценивает себя и говорит, что, в общем-то, может быть, это было не за что-то, а для чего-то. Вот у вас такое понимание есть или нет? Вот как вот вы сейчас этот случай воспринимаете? Понимаете, если я человек православный, уже живу не тем разумением, которым живет сейчас общество, тем разумением, которым учит Слово Божие. То есть в мире существует одна книга, которая называется «Книга книг». Превыше евангельского учения нет в мире. Никакие там философы не могут возмущить по своим там умственным способностям Евангелие, потому что в Евангелии написано истинно, а выше истины больше ничего не бывает. И что в Евангелии, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Человек по жизни своей мы очень сильно согрешаем, мы грешим. Причем в сегодняшнее время даже не понимают, что они грехи. Господь, как написано, его любит. Тех он обличает и наказывает. И ведет из общества любимых своих детей, которые самые, наверное, неугомонные. Он его любит, а угомонить никак не будет. Его никак не может. И человека как бы помещает вот такие обстоятельства житейские. А вот вы считаете, Сергей, я понимаю, что это личный такой вопрос, но может быть вы мне на него ответите. Вот на ваш взгляд, что вы делали неправильно в той своей жизни до вот этого случая? Вот сегодня в мире посмотрели на любого человека, о чем он делает. Ну вот вы говорили, что там нарушали закон. Это, ну, я думаю, вы вряд ли на кого-то убивали там, да, или что-то такое. Закон государственный, да, это закон мирской. Закон, он прописан в десяти заповедях Божьих. А мирской закон, он по своему, как бы, структуре, он создан на божественном. Ну да, согласна. Вот как говорит Христос, да, кто, ну, обидит брата своего, обидит, просто скажет у него плохое слово, да, тут есть человек-убийца, оскорбляя друг друга, мы убиваем. Опять, что такое, ну, сегодня проституция наказуема, да, у нас в обществе, то есть это уголовное, уголовно-наказуемое дело. А Господь сказал, кто с вожделением посмотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал с ней в мысли своих. То есть это идет на совесть нашу ложиться, этот грех, он уже ложится судом, как будто ты прелюбодей. Вот идет по улице женщина, да, одета, открыта, кто у нее посмотрел, фантазии вообразил, все, теперь меняется это уже в суд. Вот, никому не секрет, что все мы смертны, да, что все мы однажды придем на суд Божий, вот, и суд Божий покажет каждому свои грехи. На этом суде люди будут осуждены по слову, то есть их не Бог будет судить, а люди увидят те грехи, которые они совершали, которые, которыми они считали, что это норма, да, вот сегодня женщины, они ходят вот в таких открытых одеждах, все, они считают это нормально, а что это сейчас модно, так это легко, легкая одежда, да. Но они не понимают, что мужчины, глядя на них, соблазняются и согрешают. И на духовном уровне вот каждая женщина, пусть она еще дева там, девственница, но она ходит в открытой одежде, ее видят сотни мужчин, и ей обменяются это как, она как будто сотни раз прелюбодействовала уже, то есть она будет осуждена уже как блудница. Понятно. Ну а вы все-таки считаете, вот вашими главными, ну скажем так, прегрешениями, вот что было вот в той жизни, там, вот какие у вас были недостатки, может быть, да? Я говорю, вот сегодня, смотрите, на людей мирских вот такие у меня недостатки были. Ну то есть вы обижали там, да, людей могли там обидеть? Да, я возносился над людьми, мог обидеть, мог ударить человека, да. Дрались, да? Я считал себя выше других людей, я думал о себе много того, о чем, конечно, на самом деле и не есть. Я сквернословил, я прелюбодействовал, а Господь настолько вот возлюбил меня, что Он решил остановить, но Он как бы путями иными мне показывал, что нужно остановиться, но я не прислушался, я слышал Его голос, и ангела слышал, который останавливал меня вот в моих делах, да, но я не изменялся, не решался измениться. Потому что грех был тяжелым, он был больше меня, мне грех был сладким. И тогда Господь решил остановить меня, следить. Сергей, извините, пожалуйста, за вопрос, но если не секрет, вы вот в тот момент, ну, были как бы в трезвом состоянии, или, ну, просто часто такие прыжки, вы уж меня простите за вопрос, случаются, когда человек, там, Люсь, выпьет, да, в компании, вот неудачно вот так приземляются. Ну, почему, зачем? Это абсолютно по-разному бывает, кто-то и выпьет, кто-то и... Ну, да, нет, я сказала, поэтому я и у вас спрашиваю, то есть, если не секрет, конечно. Да нет, мы не пили ничего, мы новичку заехали по дороге и были на машине, и все. Заехали, разрезали, у меня как раз есть фотографии, где мы сидим на берегу, порезали арбузик, минералочки попили, и искупались несколько раз, да, и все. У вас есть фотографии, да, вот как раз перед этим прыжком, скажем так, да? Как раз на том берегу у меня есть фотографии. Ну, пришлете мне тоже, я вам потом напишу, ладно, чтобы вы не забыли, какие фотографии прислали. Хорошо, расскажите мне, пожалуйста, Сергей, как вот складывалась ваша жизнь? Вот вы норнули, да, вот там вот дальше, что было? Вы попали в больницу или как вот вкладывалась ваша судьба после вот этой вот случая? Кстати, какого числа он произошел? 7 июля. 7 июля. На день Иоанна Крестителя, это православная церковь, празднует отсечение главы Иоанна Притечи. В этот день отрубили по Библии, отрубили голову Иоанна Притечи, а я в этот день сломал себе голову. Как было дальше? Вас повезли на скорую в больницу или как? Ну, там вот все описано, там подробности уже в статье и в фильме есть все эти подробности, что как со мной происходило. Я просто вот в статье не нашла, может быть, в фильме есть, да? В фильме, да, есть. В фильме я много рассказываю, тоже работаю. Ну, а расскажите, как вы вот начали рисовать иконы? Через сколько времени после этой аварии? Ну, не аварии, но вот этого падения. Я два года лежал вообще, мне как бы ни руки, ни ноги не работали бревном. Ну, занимался, ну, как они у меня и сейчас, в принципе, не работают ни руки, ни ноги, да? Вот есть какие-то потенциалы, там несколько мышц в плечах работают. Вот, и как раз на этих мышцах я решил развиваться. Ну, как развиваться в локте? Натренировал руку, чтобы локти поднимать и класть на мышку. Уже как-то теми же мышцами разработал, мышцами уже локтевыми, начинал на мышку нажимать. Я искал любые способы, чтобы не быть обузой, не родственником своим, чтобы мне, как бы, и денег много на лекарства и на прочие, там, дела нужны. Вот, и что там, государство немного давало денег. И я решил любыми способами, на третий год начал уже учиться, изучать различные программы, создавать сайты, программы для сайта строительства, фотошопа осваивать. Ну, несколько программ освоил. Поприще уже через три года стал зарабатывать деньги. А каким образом зарабатывали деньги? Что именно делали? Ну, сайты делал, потом фотографии, вот сейчас, как бы, ретушь фотографий, потом установлены старые, новые, портреты писал, фотографии. У меня, причем, получалось настолько качественно и хорошо, что редко можно найти, где профессионалы так работали. А вы до этого рисовали? Ну, ничего, я, ну, как рисовал, у меня просто было там, у меня талант был, но я его не развивал. Вот, и люди видят то, что вот такое качественное получается, вещи качественные стали заказывать. И я уже тогда стал зарабатывать хорошие деньги. Да, вот сайтами, ретушью, да, и портреты вы делали, да, вот основные такие ваши направления, деятельности, да? Ну, да, делал сайт себе, пошли заказы от людей. А сайт этот у вас сейчас существует еще, чисто вот такой коммерческий, скажем так, не религиозный, вот где иконы? Ну, как он, религиозный, там на этом сайте, житие.ру, я и иконы люди покупают у меня. Сергей, а сейчас вы именно иконами, то есть вы их продаете, да, то есть это для вас как и способ зарабатывания на жизнь, правильно? Это не я уже продаю, я как бы организовал артель, вот у нас несколько человек работают, я этим уже не занимаюсь. То есть вы сами уже сейчас не рисуете, да, иконы? Ну, да, я уже этим не занимаюсь. А чем сейчас занимаетесь? Я сейчас проповедую, у меня есть канал в ютюбе, вот, называется, ну, найти можно просто набрать в интернете, в ютюбе Сергей Козлов, и там мой канал будет, он называется «Беседы с интересными людьми». Ведем там беседы как раз о нашей жизни, о жизни вечной, как достичь Царствия Небесного, как найти общение с Господом, как от грехов избавиться, как очистить душу свою. Вот такие душеполезные беседы ведем. Угу, угу, понятно. Расскажите мне, пожалуйста, вот вы, вернемся все-таки к рисованию, если можно, вот вы рисовали, так интересно, я видела в фильмах, да, с запястьем, как бы, руки, насколько сложно было, ведь это же и обыдно, ну, там, пальцами многие люди учатся, там, годами, вот сколько времени у вас ушло, там, допустим, на первый портрет, который вы нарисовали? Да, здоровому человеку невозможно это сделать. Вот, вот попробуйте запястье, вот так положите. Ну, да, я и говорю, конечно. Это нужно большое терпение, которое дает именно Господь. Ну, вот сколько вы учились рисовать вот запястье по времени? Ну, года три. Года три. То есть вы сразу начали учиться, да, и вот, ну, после того, как... В день по 14-16 часов тратил на учебу. Вы сразу начали после вашего падения вот этим заниматься, да, научиться рисовать? Через два года. Через два, то есть через пять, скажем так, вы научились рисовать, да, через пять лет? Пять лет я уже профессионально работаю. Понятно. Скажите, а когда вы начали рисовать именно иконы? То есть вы же начали с портретов, перешли вот к иконам. Ну, уже потом, через семь лет, наверное. Вот в общей сложности уже вот восемь лет я занимаюсь иконой. Вы помните, какая была ваша первая икона? Кто был на ней изображен? Я не помню. Не помните? А какая-то, может быть, самая дорогая вам икона? Ну, по какой-то причине вот среди ваших рисунков? Ну, знаете как, я вот считаю критерии настоящего мастера, я не о себе говорю, а о людях-профессионалах, да? Профессионал всегда недоволен своей работой. Это один из показателей его профессионализма. Поэтому мне моя работа не нравится. Ни одна? Нет. А сколько же у вас всего икон нарисовано? Вы считали хотя бы примерно? Не знаю, около 150. Около 150. Скажите, а сколько у вас уходило времени, чтобы нарисовать каждую такую икону? От трех до четырех недель. Трех до четырех недель. То есть, и вы по сколько работали в день? Часов по 12, по 16. 12-16 часов. Сергей, а если не секрет, кто за вами ухаживал, вот когда вы оказались вот в такой ситуации? Мама со мной с первого и по сей день. А супруга ваша, если не секрет, ну вот мама... Мы развились через 7 лет нашей жизни совместно, мы разошлись с ней. А, то есть, на тот момент вы уже были не женат? Я уже, да, холостой был. А как маму зовут вашу? Татьяна Ильинична. Понятно. Сергей, а еще вот хотела вам такой вопрос задать. Вот в той программе, которая была с Зеленским на втором канале, вот который я смотрела, «Сила молитвы», там упоминалась ваша супруга Наталья. Она тоже инвалид, она в коляске, вот. Мы съехались, пожили 9 месяцев. Она, конечно, тяжело, но и ноги не работают, и рука одна слабенькая. Конечно, как она там, меня ей поворачивать надо, и все. Конечно, она не справлялась. Мы остались в хороших отношениях, и все. Но это выписать не нужно. А она постриглась в монахине, она сейчас... Ну, и я, как бы, тоже в монашестве. То есть вы постриглись в монахе, да? Правильно сказать? Я не постригся, я, по сути, монах. То есть, что значит монах? Это моно, это живущее, как бы, в уединении. То есть вы живете сейчас с мамой, правильно? Ну, дома. Да? Правильно я понимаю? Ну, дочка, наверное, там заходит, я так понимаю, да? Общаетесь вы? Ну, конечно, дочка приезжает периодически. Но они живут в другом районе пару раз в месяц бывает. Угу, угу. Ну, Сергей, расскажите мне, пожалуйста, вот как вы вообще пришли к вере? Что стало отправной точкой? То есть я так понимаю, что вы были человеком вообще далеким крайне от религии, правильно? Ну, от определенного момента. В лет пяти, насколько я себя помню, я всегда был верующим. Ммм. Всегда был верующим к неведомому Богу. Я не знал, кто такой Бог был. А потом уже в тридцать лет, как раз после того, как я попал, я жил всегда. И меня жизнь до тридцати лет не устраивала. Угу. Ничего мне не нравится в этой жизни. Вот люди стремятся в какие-то поездки, путешествия, за границу куда-то там какие-то отдыхы, горнолыжные курорты. Меня, я, ну, где бывал, и меня это абсолютно не устраивало. И я не знал в этой жизни чего-то большего. Угу. Большего не понимал. Угу. Душа рвалась куда-то в неведомое. А что это неведомое, я и не понимал на то время. Угу. Ко мне пришел один человек и предложил, говорит, давай, если хочет, будем с тобой читать Библию вместе. И вот он три раза пришел ко мне, мы почитали потом. Но мы с ним не сошлись, как бы, ну, как бы, по вере, да, он оказался свидетелем Иегова, а я православный. Угу. И мне просто Библия, она проникла в сердце, и я стал самостоятельно ее читать. То есть мне сканировали ее на компьютере, и я компьютер стал читать. И тогда ко мне уже Господь явился в сердце. Угу. 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 Стало появляться много вопросов, вот, по Библии, ну, вот. Угу. Я стал ночью получать ответы на свои вопросы. То есть два или три ночи меня будило что-то непонятное, вот, как будто Сережа, вставай, пришел ответ тебе на твой вопрос. Угу. И я получал вопросы на ответы, а потом уже в дальнейшем, когда стал исследовать православие, вот, и я понимал, что я это знаю. То есть, как написано в Библии, все будут научены Богом. То есть сам Бог меня научил тому, что эта жизнь, она ничего из себя не представляет, что эта жизнь нам дана как школа, как подготовка к жизни будущей. То есть школа, мы должны закончить, как можно, ну, грамотнее освоить эту школу для того, чтобы нам унаследовать Царство Божие. То есть уже перейти как бы на высшую ступень, ну, можно сказать, в университет поступить, да. Вот, если мы эту жизнь плохо заканчиваем двоечниками, да, то уже в университет мы поступить никак не сможем. Угу. А что значит исполнять? Это исполнять заповеди Господни. Господь сказал, кто меня любит, тот заповеди мои соблюдет, а заповеди мои не тяжут. Вот теперь смысл моей жизни – это стяжание Духа Святого. Это, то есть, находиться в постоянном смирении с собой и с людьми, любить людей и уметь общаться с ними. Угу. 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 В первую очередь надо, конечно, исполнить первую заповедь, которая говорит «возлюби Господа». Что значит «возлюбить Господа»? Это, ну, просто посвятить Ему всю жизнь. Как написано опять же в Евангелии, что не делайте, делайте всё ради Бога. То есть, я всю свою жизнь посвящаю Ему, ради Него живу. За это Он обещает мне вечную райскую жизнь. Скажите, пожалуйста, Сергей, а было ли у Вас вот такое чувство, ну, вот перед тем, как Вы пришли к Богу, да, было ли у Вас чувство, что вот за что мне это? Ну, поначалу, как вот так вот получилось? Что вот все, вот этот вот ещё хуже, чем я, вот он ходит, а я вот… У меня таких вопросов и близко, я чётко понимал, за что мне это. Угу. Вот что для Вас было самое сложное? Самое сложное, оно и сейчас остаётся терпением боли, боли неимоверные. А боли, ну, в связи с травмой спины, да, я так понимаю? Ну, не спина, у меня шея сломана. Угу. Сходится семь позвонков. Пять из них у меня сломаны. Не просто сломаны, они раскололись и порвали мне весь спиной мозг. Угу, угу. А вместе с этим нарушена вся нервная система в теле, то есть, а вместе с этим нарушена, ну, обмен, можно сказать, между органами. Угу. Органы работают, они вне гармонии, негармонично. Угу. Ну, трафик общения, вот, кровь, и от этого идут вот нервные окончания, и все как бы они тоже. Угу. Угу. А то, что вот как, я не знаю, с чем сравнить, с зубной болью, Да, а это во всём теле, вот дубная боль. Да. Привыкнуть, конечно, к этому тяжело. Я вот общался со многими людьми, которые так и не смогли узнать Господа. Конечно, вот в этих стенаниях и умирали. Ну, от боли просто в шок люди попадают, да. Сердце у кого-то почки, нарушение идёт, вот, и люди умирают. Как правило. Она даёт вот именно вот это смирение и терпение именно Господь. Вот. Что без Него ничего в этом... Мы не можем ничего без Него. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну, а как Вы вот учились... Я так понимаю, Вы их можете вот и на компьютере писать, да? Ну, судя по тому, что мы с Вами переписывались. А как Вы пишете? Так же вот запястье, да, с помощью мышки? Как рисуете? Конечно. Если я рисовать могу, то и писать, конечно, не могу. Угу. Понятно. То есть Вы сначала, наверное, научились писать, да, потихонечку, а потом уже рисовать или нет? Ну, я поначалу учился простые линии сдвигать мышку с места. Угу. 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 У меня на это ушло там, я не знаю, несколько недель. Угу. Двинуть рукой, допустим, вперёд-назад, это для меня было особым там старанием. Угу. Угу. А что Вы ещё научились делать, вот, после того, как вот, ну, оказались вот в таком, другом, скажем так, состоянии? Угу. Я научился людей любить. Угу. И любить Бога. Угу. 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 Большего нельзя ничего найти. Потому что это и есть первые две заповеди из Закона Божьего. Научитесь любить людей и Бога. Угу. Угу. Если мы не исполняем этих заповедей, мы ничего не можем исполнить. Угу. Угу. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот иконы, которые Вы рисовали, Вы делали в основном на заказ или просто как на сайт помещали? Как вот это было? Ну, заказ все, конечно. что люди заказывают. А кого чаще всего, какого святого заказывали, или изображение какое? Сейчас люди исследуют православие, а православие принято называть посвятыми детей, относительно календаря православного. И женских имен Стефанида, Пелагея, Памоида, много разного. Мы пользуемся просто. В коммунистические времена у нас вот это все православные из нас как бы выпотрошили, а людей всегда... Вспомните, сколько еще до революции было имен у людей, каких только не было там. А сейчас Саши, Сережи, Димы, Володьи и все. Как пословица, что не рожа, то Сережа. Да. То есть вы в основном рисовали вот святых, да, в честь кого по святцам называли детей, и люди, я так понимаю, иконы эти дарили своим детям, да? Ну, видимо, да? Что такое икона вообще? Что такое образ? Это вот, когда крестят, его нарекают именем того святого, в день которого его крестят. Вместе с этой иконой есть житие определенное. Вот есть, допустим, житие святой Натальи, как она пострадала до Господа. Вот она настолько любила Господа, что она приняла особые страдания. Вот. И ребенок, возрастая, он имеет эту икону, и родители его научают, или крестные его. Вот смотри, допустим, Наташенька там маленькая, да? Мари, видишь, вот она как твоя святая, как любила. Вот это и так же люби Господа. То есть ребенка учит уже из самого мальства исполнять первую заповедь, возлюбить Господа. Вот. И всегда во всем мире, вот за тысячелетнюю историю Руси их всегда учили страху. Ну, это что значит? Это не то, чтобы бояться Бога, да, как такого злостного наказателя, а бояться обидеть Бога. Вот как сегодня, допустим, мы боимся обидеть любимого человека, да, делать то, что человека твоего любимого оскорбит. Так и в страхе Божьем. Мы боимся досадить Богу своими грехами. Вот это и есть страх Божий, которому люди раньше учили своих детей из самого мальства. Сегодня этому не учат людей, поэтому страх Божий о нем даже и не знает никто. Сегодня люди грешат без такого ощущения, что над ними стоит Бог и смотрит за их поведением. Я поняла. Скажите, пожалуйста, а рисовали ли Вы Иисуса Христа и Деву Марию? Конечно. Самые основные иконы. Без этих икон не может быть ничего. Остальные все иконы, это как приложение, просто иконы православия. Они сохранились с первого века, иконы. А Вы откуда-то списывали их, то есть с каких-то икон, или как? Или вот на воображение ориентировались? Каким образом? Все иконы передаются из поколения в поколение на определенных списках. То есть набросок на бумагу карандашом, допустим, поколение в поколение передается. Конечно, если каждый будет из ума своего делать, то что это будет? Конечно. Каждой иконе придаётся список описания святого, как он выглядел. Черты его, допустим, цвета одежды его. Или там какая-то шапочка, допустим, у него была там из... Иван Креститель, он носил там, в Евангелии, как описано, он носил одежду из верблюжьего волоса. Вот так и рисуется его одежда из верблюжьего версти. Ну а вот Иисус Христос и Дева Мария, то есть именно вот черты лица, то есть всё-таки на разных иконах всё-таки они немножко по-разному изображены, да? Всё равно отличаются. Ну а вы возьмите фотографии вот любого человека, и на каждой фотографии человек по-разному выглядит. Ну да, да, да. Вот я говорю, вы на что ориентируетесь? На какую икону? Вот, допустим, когда Иисуса Христа рисовали? На какое из изображений? Я не ориентируюсь, это удаётся, как бы уже свыше ты у тебя. Представляешь, он образ рождается у тебя уже в голове этот. Иконы Иисуса Христа, они все похожи. Идите на мой сайт, на страницу, где Иисус, Господь, все иконы там похожи. И делаю Марию так же, да? То есть вы не ориентирулись на какой-то конкретный, там Казанская Божья Матерь, образно говоря, там Смоленская, а сами, да? Да, и Марию, конечно, это уже отдельный источник. Икон Марии больше полторы тысячи. Уж там не поглумились над этим, рисуют и бабку старую там, и не... Да, да, да. Хотя Дева Мария родила Иисуса 15 лет. Это была молодая иконечка. Вот вы на что ориентирулись? Ориентирулись на какую-то конкретную икону или тоже нет? Так вот, ну как бы обобщенный такой лик рисовали? Понятно. Ну тоже есть, да, описание, как она должна выглядеть, там, какие волосы должны быть, там, например, да? Я просто вот не знаю. Ну это, по сути, не важно. Мы, если... Мы поражаем, как бы, традицию старых, как она писала. Тысячу лет, вот, полторы тысячи лет уже в греческие иконы есть, а им более уже полутора тысяч лет. Ну, а сейчас вы практически этим не занимаетесь или все-таки иногда там пишете? Нет, я не занимаюсь. Ну, как... Ну, я вот, конечно, на сердце есть люди просят прямо, ну, ради Господа. Ну, такие люди вот чувствуют, что братья в кресте верные Господу, вот для таких хочется делать, конечно. Я некоторых людей делаю, да. Ну, так на поток уже не делаю. Угу, угу. Понятно, понятно. Только там для вот... Ну, в каких-то таких отдельных случаях, когда очень просят. Понятно. Скажите, а вы на улицу выходите, вот бываете ли в церкви и вообще, в принципе, где-нибудь вне с тем? Да я, мужок, я прикован, по этой церкви движение, оно... Нет, ну, я думала, может, вас как-то вывозят, там, нет? Мало ли. Ради Бог, я наоборот, ну, как... Я эту жизнь 30 лет прожил на этой улице, и мне туда уже ничего не влечет. Я жду только встречи с моим Господом. Я жду, как бы, ну, избавления от вот этого тела брендового и... Телого тела. Угу. В той жизни меня ничего не интересует, я все там видел. Угу. Там кроме греха нет ничего. А как вы думаете, вообще, почему люди заказывают, вот вам, например, заказывали иконы? Ведь можно же пойти в церковную там лавку, да, и купить ее уже готово. Вот почему художникам заказывают? Потому что таких нету икон. Кстати, там отзывы, и там люди, что пишут о моих иконах. Угу. Угу. Я, опять же, не похвалусь, я так Господь дает, но... Люди пишут о таких иконах, у вас мы не видим нигде. Ну, да, я видела, собственно, ваши иконы, они действительно не похожи на такие вот обычные изображения штампованные, какие продаются в церкви или где-то, да, в киосках таких вот церковных. Это действительно так. Скажите, пожалуйста, а вот ваша дочка, внуки, вот они, ну, являются воцерковленными людьми или они пока еще так... Как вот вы их вообще, как вы с ними общаетесь, вы их наставляете там? Конечно, вообще, дочка интересуется тоже. Угу. Ну, как, ну, с детьми тоже времени, ну, как правило, в семье должен быть мужчина, муж должен быть верующим. Если муж неверующий, то в 90% случаев дети не будут верующими. Ну, а скажите, Сергей, вот у вас сейчас какая-то цель существует, ну, вот вы сказали, что вы хотите, да, встретиться вот с Господом, как бы избавиться от вот этого земного, скажем так, жизни, но, может быть, вы еще что-то хотели бы сделать перед этим, ну, мало ли, о чем-то людям рассказать, может, там какую-нибудь автобиографию написать, ну, я к примеру говорю, что-то нарисовать. Вот апостол Павел в Евангелии писал, уже живу не я, но Христос. Он говорит, он пишет, я желаю разрешиться и быть со Христом, но буду, как он говорит, я надеюсь оставаться полезным для вас. Вот, он бы желал бы встретиться с Господом, но если уж от него будет какая-то польза людям, то он, конечно, останется и будет людей назидать в том опыте, который стержал он. Ну, вот на ваш взгляд, вот ваша миссия, вот здесь, на земле, в чем? А то, что мне, то, что Бог положит на сердце, вот такая миссия. Угу. Ну, вот сидите. Я утром просыпаюсь, а мне Господь говорит, что делать. Угу, угу. Ну, то есть сейчас вот вы рассказываете, да, людям, вот я, например, на своем канале, то есть на собственном примере, рассказываете, как вот человек приходит к Богу, правильно я понимаю? Конечно. Угу. Уже множество, десятки людей, и благодарны за то, что он охотит Господа. Угу, угу. 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 И, ну, мне кажется, вы утомились немножко, да, Сергей? Как-то вы, нет? Ну, ничего. А, а. Я вам еще хотела такой вопрос задать. Ну, я думаю, вы нормально к нему отнесетесь. Про эвтаназию. Вот как вы, как верующий человек, относитесь вот к такой вот вещи? Ну, то есть люди... Самоубийство больше грехов. Угу. Оборвать эту нить. Угу. Оборвает только тот, кто подвешивает на эти нити. Угу. А если человек решает, что это идет, это называется грех хула на Бога. Угу. Господь дает величайший вот такой вот дар жизни, и он распоряжается этой жизнью, вот. И он знает день и час, когда забрать ее. Угу. Угу. Умеет право. Это прописанная истина, которую люди знали во все времена. Сегодня просто мир настолько он оглубил. Нам кажется, что мы становимся мудрее, да, вот как раз входя вот в эти технологии и прочие изобретения, да. По сути, что-то человек тупеет на глазах просто. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы помните какую-то необычную историю или необычного какого-то заказчика вашей иконы, вот, которая вам особенно как-то врезалась в память? Много. Много всего. Женщина вот одна, я не знаю, вот два, наверное, назад заказывала икону. Ну, как она благодарность вроде Господа, по-моему, икону заказывала. Она посадила дочку, у нее два года, что ли, было ей мыться в ванной ее. И зазвонил телефон, и она как бы думает, на пару минут сейчас отъеду, отъезжу по-быстрому и вернусь. Угу. Она убегает, ее не было, говорит, буквально, может, минуты, может, меньше. Угу. Убегает, а та заклягнулась, утонула в ванной. Да вы что? Насмерть, что ли? Ну, утонула, заклягнулась, они похоронили ее. О, Господи. Это привело ее как раз в храм, к Богу она обратилась. Они с мужем, с мужем уверовали глубоко и стали ходить в храм, молиться. Вот. И буквально через полтора года у них родилась точно такая же девочка. Один в один, походу. С ума сойти. И она вот заказала, когда родилась девочка, она ее так же и назвала, наверное, да? Не знаете? По-моему, так же, да, я не понял. И она заказала вот эту икону Благодарность Господу, вот как бы как благодарность, да, Богу, за то, что у нее такая же дочка получилась. Так получается, да? Ну, это ее мысли, я не знаю, но как бы она позвонила мне, рассказала свою историю. Угу. Всяких историй, люди, которые, одна женщина из Канады заказала икону, говорит, а у нее сын был наркоман, на героине сидел. И она вот получила эту икону и пишет мне, пришла икона, я, говорит, распаковала ее, дала сыну и рассказала вашу историю. Ну, то есть, как я лежу там, вот, и он взял эту икону и, говорит, просидел с ней целый вечер, а наутро сказал, мам, я, говорит, с тобой в храм хочу пойти. Угу. Он пошел покаялся и бросил наркотики. Угу, угу. А что это была за икона, которую она заказала, не помните? Я не помню. Икон тысячи заказывали, я не помню. У этих случаев очень много, десятки всевозможных чудес, к чудесам. Раз с Господом живешь, к чудесам привыкаешь уже и кажется, что это обычная жизнь. Скажите, а бывает, что заказывают иконы тоже людям с инвалидностью, вот, или сами люди с инвалидностью, то есть, которые, там, не могут, ну, либо ходить, либо еще что-то? Такие у вас случаи часто бывают? Ну, часто я отсылаем и бесплатно таким людям иконы. Угу. Что говорить, это надо читать его, а как объяснить? А почему он вам полюбился? У него... Необычайный человек, потому что он, он не жил ради плоти, а ради Господа жил. Вот, и в жизни, конечно, его люди просто к своему телу настолько пренебрежительно относились, не мыли его. Ну, я вот тоже стараюсь подражать, я вот уже тело, наверное, лет шесть не мыл совсем. Да? А почему? Это же, ну, гигиена, как бы... Как Господь дает. Я говорю, попробую под мышками, не помой, не дели, что будет. Да. А я там шесть лет уже не мыл. Ну, это вы вот специально, то есть, из таких религиозных соображений, да? Это не религиозные, это... Как вот? ...соображение даже, это я тем самым отвергаюсь от тела, от своего, то есть, уже живу я не телом, а духом, душой своей живу. То есть, я дорожу своей душой, а плотью пренебрегаю. Тем самым доказываю Господу свою любовь. Ну, я надеюсь, вы хотя бы едите? Если не зря, что такое, конечно, вопрос. Ну, матушка заставляет ехать. Угу. Аппетита нет, более сильный аппетит нет. Вы, наверное, и похудели, да? Ну, по сравнению с тем, что было вот до травмы. Да, конечно, с 80 килограмм до 40. Так, а? Да уж, это, конечно, вообще... Понятно. Ну, Сергей, и, наверное, у меня к вам такой последний вопрос, я вас не буду больше мучить, скажем так. Скажите, вот, что бы вы посоветовали... Банальный, конечно, вопрос, но тем не менее. Что бы вы посоветовали людям, которые оказались в похожей с вами ситуации? Ну, произошла какая-то авария, травма, они там ходить не могут, там еще что-то у них произошло, прикованных в постели. Вот как им справиться с этой ситуацией, найти себя? Вот что им делать? Да, совет один только, Бога найти. Больше в этом мире ничего. Вот это вот, в этом и вопрос как раз. У каждого свой путь. Угу. Ну, если что-то идет в отношениях с Господом, то беда, конечно, человеку тогда. В царстве Божьей силой берется, и туда попадают очень и очень немногие, которые трудятся в этой жизни. Вот как еще написано, что в гарнире испытания закаляется металл, да. То есть этим самым мы очищаемся от грехов. Это нужно принять и понять. Ну, это же очень трудно, это нужно терпение неимоверное, да, чтобы вот с этим смириться. То есть как вот это в себе воспитать? В университете учиться нетрудно, учить, вот это все, добрить, сидеть пять лет, допустим. Это же тоже трудно. А что же мы, как бы, ради университета трудимся, учимся, да, а ради вечной жизни мы думаем здесь прожить, как говорится, удовольствие. И туда попасть так не бывает. Кто хочет там удовольствием быть, тот здесь должен пострадать. Угу. А что значит пострадать? Это отказаться от грехов своих. Для нас это кажется страданием, вот с людьми говоришь, да. Надо пить, курить, надо бросить, курить, пить, глудить, да. А человек, а что же, а что же надо делать, доказывает глупо. Скажите, Сергей, а как ваш день проходит, вот расскажите, как он вообще строится, вот чем вы, вот вы просыпаетесь во сколько, там, что вы, чем вы занимаетесь в течение дня? Да, Ань, да у меня работы столько, что ее за день не переделаешь. Какой работа, вот мне интересно, что вы, понимаете? Я ролики делаю, беседы с людьми, беседы, на мой YouTube зайдете, я на одним роликом, бывает, по два, по три дня только работаю. То есть вы сами монтируете, да, все это? Я монтирую и все делаю сам. Я все делаю сам. Опять же, людям обращаются, кому чего, где помочь, и по сайтам, там, у кого какие проблемы, там, чего. И кому текст написать, я и тексты пишу, и все. Понятно, понятно. То есть вы, в общем, с утра до ночи, вы в компьютере работаете, да, над тем или над другим, над чем-нибудь. Правильно я понимаю? Да? Угу. Понятно. Эта заповедь была дана еще в раю, Адаму и Еве. То есть поте лица будешь есть хлеб свой. Сегодня люди как исхитряются, все ищут легких путей, да, а это и есть нарушение заповеди Божьей тоже. Мы должны работать с отдачей, то есть поте лица, то есть мы должны уставать от работы. Когда человек устаёт от работы, это и есть вот отдача, да. А труд вообще должен быть производительным. Если человек ничего не производит, то есть если он, допустим, перепродаёт, или вот сегодня растощительство такое в моде. Растощительство, да, да, да. То есть банки, всё это проклято Богом. Вот даже в исламском мире нет ни одного банка, потому что это грехом считается. И у нас во все времена это было грехом. А сегодня, посмотрите, эти кредиты и долг, эти проценты, это, ну, Господь это всё не благословляет, это всё проклято у Бога. Понятно, понятно. А с епархией вы как-то с нашей сотрудничаете? Я вас видела вот фотографию с священниками. Как-то участвуете там? Они к вам приходят там на дом слушать? Ты ко мне, Игорь, и священники со всего мира приезжают. А зачем? Просто побеседовать? Да, конечно. Ну, мы братья в духе приезжаем, о Боге говорим. Понятно. У них свои дела, у меня свои дела, а у нас не пересекаются. Главное дело у нас это проповедь, это говорить о Боге. А врачи не удивляются, вот, они вам не ставили каких-то, что, вот, дескать, вы там, ну, что вы, может быть, чувствуете себя лучше, чем они, например, ожидали? Есть такое? У меня понятия врачей не существует, у меня только Бог, и всё. Врачи приходят и руками разводят. Вот вы, вот, представьте, вот, любого, даже, вот, атлетически, там, тренированного гимнаста, там, или атлета, положите на койку, вот, чтобы он три дня лежал на спине и не шевелился, да? Угу. Ну, не три дня, конечно, а хотя бы, вот, двенадцать часов, чтобы он полежал, он не шевелился. Угу. Вот, он пойдёт пролежними, у него нарушится трафика, и пролежними пройдут. Я лежу 15 лет на спине, не шевелясь вообще. Угу. Вот, и я говорю об этом врачам, а они говорят, что этого не может быть. Я говорю, ну, вот, не может быть, посмотрите, я перед вами. Ну, то есть, потому что у вас нет пролежни, они в этом смысле удивляются, да, что вы, как бы, здоровее гораздо выглядите? Тем более, тем более матрас у меня не надувной никакой, а очень жёсткий, жёсткий матрас, на котором человек даже один день не сможет вылежать. Угу, угу. Ну, это как чудо получается, да, вот, получается? Да, эти чудеса я могу рассказывать их. Угу. Вот у меня, сколько, вот сейчас, неделю, последнюю камень в почке, два сантиметра, он у меня периодически там двигается, и он шевелится, и с такими симптомами людей, то есть холодеют руки, ноги, температура падает там, поле адские, и с такими симптомами забирается. Это человек на операционный стол и удаляет эти камни. Я живу с этим камнем вот так вот. Да, вы удивительный, конечно, человек, Сергей. Ну, что тут скажешь? Ну, спасибо вам большое за то, что уделили мне время, вот, я очень, мне было интересно с вами общаться, вот, и... Ну, я... На мой канал, YouTube, там у меня очень много интересных бесед. Обязательно. Обязательно, обязательно. Я и канал ваш посмотрю, и фильм еще про вас посмотрю обязательно. Вот. Даже не знаю, желать ли вам здоровья, я вот так и не поняла, честно говоря. Надо вам пожелать? Ну, пожелать... Не надо? Мне нужно терпение, пап. Вот, да, правильно. Пожелаю вам поэтому побольше терпения. Все, Сергей, спасибо вам еще раз большое за то, что со мной побеседовали. Вот. С наступающим вас днем рождения. Вот. И тогда буду ждать от вас фотографии. Ну, а потом вам обязательно статью и пришлю ссылку. Хорошо, вы ее тогда почитаете? Хорошо. Спасибо вам, терпения вам. Всего доброго. С Богом оставайтесь. Спасибо.